Вы считаете, что наш президент, он в принципе, насколько информирован вообще о том, что происходит в стране? Понятно, что внешней политикой он занимается очень тщательно, но это вот видно, что у него ставка сделана на внешнюю политику. А вот он понимает, что у нас происходит с образованием, что у нас происходит в Новом Мурингое, что у нас с культурой происходит. Он следит за этим или нет? Вот ваш функционал какой? Вы информируете Путина об этих вещах или нет? Я информирую о том, что касается той сферы, в которой... Культуры. В какой формат информировано? Как вы общаетесь? Записки какие-то, имейлы? Да, конечно. Во-первых, президент – это человек, к которому обращается вся страна и даже существенно шире. По любому поводу, от любой мелочи, какая-то несправедливость, и до самых глобальных вещей. И всё это стекается в администрацию президента, то есть на обращение граждан. Всё, что касается хоть в какой-то степени культуры, литературы, кинематографа, театра, в итоге приходит так или иначе ко мне. И по каким-то вопросам меня спрашивают моё мнение, и я его излагаю. Это может быть служебная записка, это может быть личный разговор, это может быть даже ответ на телефонный звонок, когда президента что-то настоятельно волнует, он просто связывается и задаёт эти вопросы. Вы знаете, давайте мы не будем всё-таки раскрывать нашу внутреннюю кухню работы, но тем не менее, да, он действительно, ну как вы же знаете, например, это не из моей сферы, а реакция на Челябинские какие-то события. Она же была моментальной, быстрой очень. И действительно, как бы, меня всегда поражала степень его осведомлённости и память невероятная, конечно. То есть люди, имена, лица, фамилии, которые какое-то время назад появились, они никуда не исчезают. Способность невероятная, конечно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!